В коррупционном деле против израильского премьера новые подробности. Следователи даже летали в Лондон за показаниями. И все это на фоне арестов бывших высокопоставленных военных и чиновников в Израиле. С подробностями Сергея Услендер. В делах против нынешнего израильского премьера уже не мудрено запутаться. Это не считая расследований, в которых фигурирует его супруга. Вот новые подробности по делу тысячи о дорогих подарках, которые он якобы получал от своих друзей-бизнесменов. Элитный алкоголь, дорогие сигары и тому подобное. Группа следователей даже допросила в Лондоне Арнона Мильчина. Одного из тех, кто в общем и делал эти самые подарки. Сам Мильчин известный голливудский продюсер. Про него говорили, что он даже работал на МОСАД. Подробности допроса неизвестны, но СМИ сразу написали, что подозрения в отношении премьера укрепились. Сам он все обвинения категорически отрицает и повторяет свою излюбленную фразу. Ничего не будет, потому что ничего не было. Газеты и левые, которым они служат, все время пытаются хоть что-то найти, придумать повод для своих бесконечных скандалов, хоть за что-то зацепиться. Не сигары, так подлодки, не подлодки, так разговоры по телефону. Если не дело тысячи, так дело две тысячи, или три тысячи, или пять тысяч. Они все время требуют, найдите хоть что-нибудь. Относительно дела о дорогих подарках, Нетаньягу в каком-то смысле прав. Он действительно давно дружит с Мильчиным. Дружба их началась еще до того, как он стал премьером. А следователи не нашли никаких доказательств, что в обмен на подарки он содействовал его бизнес-интересам. Но вот дело две тысячи о подводных лодках обещает стать очень громким. Вкратце, субмарины для израильского флота закупались в Германии в нарушении закона, а участники сделки получили крупные взятки. Арестованы бывшие, начальник генерального штаба, командующий военно-морскими силами, командир военно-морского спецназа и глава канцелярии премьер-министра. Все подробности по этому делу строго засекречены. Известно только, что главного свидетеля, государственного свидетеля, охраняют как премьер-министра, против которого он, собственно, и должен давать показания. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.